Для страны, для республики эпохальные события. Никогда в истории нашей страны, до такой короткий срок, такие инфраструктурные проекты не возводились. Менее чем за три года в республике возведены 142 километра самой современной скоростной трассы в стране, тысячи километров инженерных коммуникаций, десятки путепроводов и мостов. Сегодня на республиканском совещании РАИС Республики подчеркнул значение этого объекта. В рамках этого проекта мы сумели получить долгожданный мост через реку Волга. 3,3 километра. Уникальное мостовое сооружение. Мост называют главным технологическим сооружением трассы. Впечатляет не только его протяженность, но и высота 14-этажного дома. Над возведением трудились 1200 человек, больше полутора сотен спецмашин и 13 единиц флота. Опоры заливали 82 тысячами кубометров бетона. Это больше 30 полных олимпийских бассейнов. Большая работа, обратил внимание Рустам Миниханов, сейчас идет и в рамках М7. Строится мост через Каму в обход Челнов и Нижнекамска. Расширяется трасса до Башкортостана. Скоро и здесь будет полноценная трасса первой категории. М5, М7, М12 в одном узле будут соединяться. Это тоже очень большое конкурентное наше преимущество Юго-Востока. То есть доступность Юго-Востока будет значительно улучшена. На днях Автодор огласил стоимость проезда от Москвы до Казани для водителей легковых машин 4481 рубль. Новый маршрут сократит путь между городами до 6 часов. Представьте, в Москву съездить, сел на машину и уехал или к нам приехал. Это и туристические, и другие возможности. Но и транспортные. Мы видим, насколько сегодня железная дорога не закрывает потребности. Но и по скорости автомобильный транспорт быстрее доставляет грузы. Открытие движения по Татарстанскому участку запланировано на следующей неделе. Как отметил Рустам Миниханов, М12 даст республике выход к сети скоростных дорог России. М11, М3, М1 и М7. Олег Харудинова, Рамиль Шайдулин, ТНВ, Казань.